Сегодня речь пойдет о следующем. Прежде всего, хотелось бы рассказать в двух словах о проблематике резервного копирования, о том, для чего это нужно и какими средствами решается. Далее, о семействе продуктов ArcServe. Семейство достаточно большое уже теперь, и подробно расскажу о каждом из продуктов. Прежде всего, что такое резервное копирование, чем оно отличается от повышения доступности данных. Иногда люди путаются. То есть, если им предлагаешь какое-то средство резервного копирования, то они говорят, нам оно не нужно, потому что у нас данные хранятся с очень высокой надежностью. У нас есть дисковая стойка, поддерживающая рейд очень высокого уровня с горячей заменой как самих дисков, так и, например, рейд-контроллеров. То есть, большое количество девяток после запятой в показателях надежности вроде бы говорит им о том, что дополнительную какую-то систему резервного копирования изводить не нужно. Здесь кроется некое непонимание. Дело в том, так, картинка не отображается. Давайте сейчас, давайте что-то пробовать еще. Сейчас попробуем немножко по-другому. Пока. Я не знаю. А вот сейчас скажите как. В виде сетки. Так, ну вот будем считать, что сейчас нормально. Так, чем же все-таки отличается резервное копирование от повышения просто доступности данных? Дело в том, что основная разница резервного копирования от повышения надежности хранения, от закупки более дорогостоящего, например, дискового массива для хранения данных, заключается в том, что резервное копирование позволяет вернуться на какой-то момент времени в прошлом. Допустим, вы работаете на компьютере и случайно вместо хорошей версии документа взяли и записали плохую, более старую или просто что-то там не то написали. Что вы получаете на очень высоко надежном устройстве хранения данных? По вашей команде. Вы сами выдали ему такую команду «Сохранить плохой файл». Теперь у вас на этом высоко надежном устройстве вместо хорошего файла хранится плохой. Никакие показатели надежности вам не помогли сохранить вашу полезную информацию. Что вам могло бы помочь? Могло бы вам помочь доступ к какой-то более ранней версии файла, то есть к какой-то его резервной копии. Поэтому повышение надежности хранения данных, несомненно, важная задача. Она нужна, такая система. Но одновременно с этим необходимо хранить данные в ретроспективе. То есть иметь возможность какие-то данные вернуть по состоянию на день назад, на неделю назад, на год назад. Поэтому мы такие понятия не смешиваем. Далее. Когда мы говорим о восстановлении данных, когда мы говорим, что у нас есть система восстановления данных, но она может быть хорошей или плохой, чтобы это оценить, насколько она нам подходит, вводятся некие числовые показатели. Показатели восстановления. Самые два важных показателя – это время восстановления и точка восстановления. Что такое точка восстановления? Это те моменты на временной оси, те моменты времени, на которые мы можем получить свои данные, восстановить по состоянию на этот момент времени. Например, традиционно резервное копирование производится по вечерам, или по ночам, даже скажем, ежедневно. То есть, если мы вдруг потеряли данные на каком-то компьютере, то у нас есть какие варианты? Восстановить данные на вчерашний вечер, на вечер позавчера, позапозавчера и так далее, допустим, неделю назад. Вот это у нас точки восстановления. Для каких-то систем нас это вполне устраивает. Если это какие-нибудь просто файловые хранилища, то, скорее всего, в течение дня не так много прошло изменений на файловом сервере, и мы разошлем это давление, скажем, что данные были потеряны, все наработки в течение дня нужно повторить, скажем. Для не особо критичных систем это подходит. Для систем каких-нибудь транзакционных, когда у вас, например, поступают заказы, и вы их регистрируете в системе, то потерять и вдруг сбой, данные вдруг потеряны когда-нибудь во второй половине дня, а вам предлагают восстановить их на вчерашний вечер, такая система, естественно, не подходит. Вы потеряли все заказы в течение дня. Как их восстанавливать, уже неизвестно. Поэтому здесь нужна точка восстановления, какая-то поближе к точке потери данных. Второй показатель – это время восстановления. То есть, сколько времени нам нужно ждать, прежде чем эти данные восстановятся. Опять-таки, чем меньше время восстановления, в данном случае критерий один, чем меньше время восстановления, тем лучше. Хорошо, если только мы потеряли данные, и как раз они тут же и восстановились. Время восстановления минимально. Плохо, когда это надо за резервной копией куда-нибудь ехать на другую территорию, привозить ее, распаковывать и так далее, потом устанавливать, восстанавливать. Все это достаточно, если это много времени занимает, это плохо. Опять-таки, смотря какая система. Для некоторых систем время восстановления может быть затяжным, может быть день или два. А для некоторых систем нужно восстановить в минимальные сроки. Как, например, система регистрации, скажем, пассажиров на авиарейсы. Люди стоят в очереди и хотят сесть в самолет. Система регистрации на авиарейс не работает. Ее нужно восстановить. Если время восстановления несколько часов, то людей уже придется размещать в гостиницах. Или что-то, вы думаете, такое. Если время восстановления исчисляется единицами минут, то она подходящая для такой. Эта система восстановления данных подходит для данной информационной системы. Немножко о нашей компании. На этом слайде я постарался собрать такие цифры, которые характеризуют нашу компанию как достаточно крупную компанию, давно существующую на рынке. И продуктами, которые пользуются как компанией государственного сектора, так и частной компанией по всему миру. А вот на этом слайде тоже собраны все продукты из линейки ArcServe, но надолго здесь зависать не будем. Сразу перейдем непосредственно к описанию каждого из продуктов. Для начала расскажу о продукте ArcServe D2D. Все они начинаются с префикса CA ArcServe, имена у этих продуктов. Что в ArcServe? Это от имени компании CA Technologies. ArcServe это семейство продуктов. А дальше уже конкретный продукт. В данном случае продукт D2D. Начнем с него. Это один из самых молодых продуктов. Ему отроду пару лет всего-навсего. Но тем не менее, хочется начать именно с него, потому что во всем новом и свежем легче всего воплотить какие-то современные технологии. Чем переделывать старое, легче создать новое. И вот это название D2D происходит от английских слов disk-to-disk. То есть резервное копирование с диска на диск. В основе этого продукта лежит технология создания образов дисков. То есть наверняка все с такими продуктами создания образов дисков сталкивались, когда мы берем диск и из него получаем один файл. Вот этот файл представляет собой образ диска. То есть содержит в себе всю информацию, которая содержалась на диске. И в случае чего из этого файла мы можем опять информацию перелить на диск. То есть программы такого рода давно известны, которые создают поблочную копию диска. Но дело в том, что в основном они использовались для клонирования систем, для клонирования машин, дисков. В данном случае эта же технология применяется для создания резервных копий. Здесь кажется немножко, технология кажется немного неподходящей в силу того, что резервное копирование это периодическая процедура. Мы должны делать копии, скажем, ежедневно. Ну, допустим, ежедневно. Если у нас на жестком диске занято, допустим, 100 гигабайт, то нам придется, если мы делаем ежедневные копии, то каждый день будет добер по 100 гигабайт, отводи где-то место для того, чтобы делать резервные копии. Хотя бы если мы делаем в течение недели резервные копии, уже в 7 раз больше, или в 5 раз больше, если только рабочие дни считать, чем информация на компьютере содержится, нужно отвести под резервные копии. Это, конечно же, во многих случаях неприемлемо. Но дело в том, что в данном продукте используется технология инкрементных копий, то есть возможность копировать только изменения. Если, допустим, в выходные мы копируем диск целиком и те самые 100 гигабайт отъедаем, то в понедельник мы копируем только те изменения, которые прошли в течение понедельника. То есть человек работал, работал на компьютере и за весь день наработал с сухим остатком 50 мегабайт. Вот эти 50 мегабайт и пойдут в инкрементную копию понедельника. Во вторник еще там 40 мегабайт, в среду еще 60 мегабайт. Итак, мы небольшими порциями дописываем инкрементные копии к той большой 100 гигабайтной копии понедельника. За счет чего мы можем это делать? Как мы можем понять, какие блоки на диске изменились в течение дня? Им для этого продукт ArcServe D2D устанавливается на ту машину, с которой мы делаем копии, и постоянно контролирует изменения, происходящие с жестким диском. У него есть некая карта всех блоков на диске, и если блок меняется, он это фиксирует у себя на карте, ставит галочку «Так, блок, номер такой-то изменился». Вот после того, у него эта карта постоянно перед глазами, скажем так, и когда приходит время делать очередную инкрементную копию, то есть копию изменений, он по этой карте копирует только те блоки на диске, которые реально изменились за день. Ну и так далее. Во вторник очередные изменения он фиксирует. То есть ему необходимо постоянно работать на том компьютере, который он защищает. У нас есть такая возможность делать бесконечный инкрементную резервную копию. Что это значит? Это значит, что полную копию мы делаем только один раз, а дальше делаем только инкрементные копии, то есть копии изменений. Ну естественно, ничего бесконечного в мире, кроме Вселенной, не существует, и рано или поздно мы столкнемся с тем, что либо памяти просто не хватит для резервных копий, либо просто количество копий станет таким огромным, что время восстановления сборки вот из этой полной и всех поставящих инкрементных будет слишком велико. Поэтому мы должны чем-то ограничиться. Например, мы хотим хранить 365 копий по одной копии каждый день года. Вот, например, наступает 366-й день резервного копирования. Что делать? Мы договорились, что держим только 365 копий. Что делать с 366-й копией? Вот что делает продукт. Он берет самую древнюю полную копию и сливает ее с последующей за ней инкрементной. Таким образом, искусственным образом получает полную копию за день последующий самому древнему. Таким образом, мы избавлены от необходимости делать полные копии время от времени, а можем делать только инкрементные, а полную копию получать искусственным образом. Таким образом, несмотря на то, что копируем данные мы в виде блоков данных, то есть создаем всегда копию диска, но восстанавливать можем мы как диск целиком обратно, то есть взяли диск и обратно вернули диск. Точно так же мы можем возвращать какие-то отдельные элементы. К ним относятся прежде всего файлы, какие-то каталоги с файлами мы можем выбрать для восстановления. Мы можем восстанавливать также базы данных Exchange или SQL. На сегодняшний момент продукт D2D работает пока только на платформе Windows, хотя уже сейчас открыто альфа-тестирование для платформы Linux. Но на сегодня работает по Windows, и из восстанавливаемых приложений это SQL и Exchange. Что это означает? Что продукт знает, какие конкретно файлы относятся к базе данных Exchange, и именно они будут восстановлены. Что еще немаловажно? Дело в том, что в последней версии появилась возможность восстановления отдельных документов в почтовой базе Exchange. То есть кто-то случайно стер письмо важное, мы его можем восстановить из резервной копии. Или просто какой-то очень древний, который уже и не чаял, что оно когда-либо потребуется, и стерли из почтового ящика годичные данности письма, раз взяли и восстановили трехгодичные данности. Что еще важно? Дело в том, что при создании образа диска используется технология VSS от Microsoft, на платформе Windows, естественно, благодаря которой данные получаются целостными. То есть если бы мы просто прочли диск, как он есть в произвольный момент времени, и потом решили бы, что с него можно восстановиться, то все оказалось бы не так просто. Если бы мы потом обратно из этой информации вылили на диск, и постарались бы такой компьютер запуститься, то, скорее всего, Windows бы нам, если не выдал бы синий экран смерти, то сказал бы, что что-то неправильно с файловой системой. Приложения вроде SQL и Exchange тоже бы начали ругаться, сказали, что база данных была неверно закрыта. Это с чем связано? Дело в том, что когда приложения работают, когда операционная система работает, то часть данных находится в оперативной памяти, а часть на диске. Если мы хотим эти данные из диска взять, то надо позаботиться о том, чтобы они там стали целостными. То есть все, что не дописано в оперативной памяти, чтобы оказалось все-таки на диске. И благодаря вот этим службам VSS от Microsoft мы этого достигаем. То есть когда мы этот образ диска восстанавливаемся, нам с него восстанавливаем, то ни операционная система не выругается на то, что для нее был выполнен шатдаун, выключено неправильно, ни приложения не выругается, что во время работы у них данные выдернули, а эти данные не были целостными. С этим никаких проблем не возникает. Далее. Что тут есть еще? Ну, собственно, об этом я и говорил. Здесь небольшая... Здесь картинка, иллюстрирующая мои слова. Теперь хочется поговорить о восстановлении на компьютер без операционной системы. У нас есть образ диска. Если мы хотим восстанавливать на какую-то машину, то совершенно необязательно нам эту машину иметь на ней операционную систему. Ну, то есть представьте себе такую ситуацию. Работал у вас сервер достаточно долго, там лет 5 работал какой-нибудь, например, HP, ML370. Он работал честно, и в конце концов там все-таки что-то сгорело или прорвало, допустим, трубы отопления. Сервер изолит, он больше не работоспособен. Берем новый со склада. Или, допустим, заказываем. На этот сервер нужно... Казалось бы, надо бы сначала запустить на нем операционную систему. Ну, нет, достаточно просто вставить загрузочный диск или загрузочную USB-шку с нашим софтом, и там запускается такая вот... Такая вещь, наша утилита, которая установлена на Windows PE, то есть вот этой Windows Pre-Installation Environment, той сокращенной версии Windows, которая используется для инсталляции операционных систем, и которая может загружаться с диска. Вот сначала нас спрашивают, какую вы хотите восстанавливать систему, 64-битную или 32-битную? Мы говорим 64-битную. Ну, по клавише F8 знакомый нам экран Windows можно получить. Дальше, опять-таки, опять-таки, знакомые вещи. И, наконец, грузится наша утилитка. Поначалу она попытается найти резервные копии, которые содержатся на непосредственно подключенных компьютер-устройствах, там на жестких дисках, там на каких-то флешках. Но если она ничего не находит, то у нас есть возможность указать ей, где же нужно брать резервную копию. И, как правило, она находится где-нибудь на сети. Мы говорим, что обращайся к какому-нибудь файловому серверу, там в определенном каталоге содержатся резервные копии. Ну, если у нас есть у того пользователя, под которым мы вошли в сеть, если у него есть полномочия для чтения из этой папки, то мы видим, что же за резервные копии там хранятся. И на данном экране она нам покажет, что вот есть резервные копии для компьютера с таким-то именем и резервные копии за такие-то даты и такие-то времена. Но чаще всего нам нужно восстановить из последней резервной копии. Но, сами понимаете, бывают исключения. Например, если давно работает вирус на машине, то, возможно, лучше восстановить не из последней резервной копии, а из какой-нибудь такой, пока компьютер был еще не заражен. Но в данном случае мы выбираем какую-то последнюю резервную копию. Еще обратите внимание, в левом нижнем углу есть такое меню утилит, которое позволяет нам сделать некие нестандартные вещи, в основном связанные с хитрым железом. Если у вас, например, на машине стоит какой-нибудь хитрый RAID-контроллер, которого Windows не увидел сначала, а нам надо на этот RAID-контроллер, на его диске восстанавливать данные, то у нас есть возможность подгрузить утилиту для RAID-контроллера, подгрузить драйвер RAID-контроллера. Вот именно здесь и показано, в левом нижнем углу, такое меню. Или как-нибудь, например, сконфигурировать сеть, явно руками. То есть, может быть, например, нет никакого DHCP, и вам нужно явно прописать IP-адреса для вашей карточки. Вот, опять-таки, есть такая возможность через меню утилит. Но такое встречается не часто. Чаще всего никаких дополнительных действий делать не надо, мы просто выбрали резервную копию. Дальше она нас спросит, нужно ли нам какие-то задавать дополнительные вопросы. Ну, например, например, если новый компьютер, на который мы восстанавливаем данные, у него дисков побольше по объему, чем на том, для которого сделана резервная копия. Есть реальная возможность диски расширить. Вот были, например, диски по 150 гигабайт, а в новом компьютере можно их сделать, допустим, по 300 гигабайт. Ну, почему бы не расширить? Вот тогда мы заходим в расширенный режим, а в случае, если ничего менять не надо, восстановить нужно ровно то, что было и на старом компьютере, мы заходим в режим экспресс. Он говорит, ну, тогда мы будем восстанавливать диск С и диск Д таких-то объемов. Да, хорошо. Начинается процесс восстановления. Сначала восстанавливается диск С, внизу растет зеленая полосочка, которая показывает, сколько данных восстановлено. Ну, в реальной жизни все это, естественно, помедленнее, зависит от железа, но мне удавалось достигать скорости 10 гигабайт в минуту. Самая большая, которую я видел. Все зависит от пропускной способности сети, устройства чтения, устройства записи и так далее. Потом восстанавливается диск Д. Точно так же внизу растет зеленая полосочка. Наконец, мы доходим к одному очень интересному экрану, который называется инъекция драйверов. Дело в том, что часто бывает ситуация, когда мы восстанавливаем данные не на тот компьютер, который изначально был, для которого делалась резервная копия, а на какой-то другой. Ну, вот, например, в примере со сгоревшим сервером мы берем новые со склада, нам говорят, вы знаете, вот тех старых, ML370-х, их уже года три как не выпускают. У нас есть гораздо более новые сервера, они помощнее и подешевле. Вот, берите их. Делать нечего. Берем новый сервер, оказывается, у нового сервера уже совершенно другая железная конфигурация. У него другой чипсет, у него другой RAID-контроллер, у него другие сетевые карты, и если мы тупо просто переставим диск или перезальем бэкап на диск этого компьютера, то, скорее всего, мы получим синий экран смерти от Windows, просто потому, что она многого не поймет из того, что есть в новом железе. Ну, хуже всего, конечно, с RAID-контроллерами дела обстоят. Без сети еще как-то можно прожить, доставить сеть потом, но без драйверов RAID-контроллер чаще всего просто не загрузится система. И что же умеет делать продукт ArcherD2D? Он умеет сразу же после восстановления, еще когда компьютер ни разу не загружался, он проверяет, наличествуют ли все необходимые драйверы в операционной системе для того, чтобы компьютер мог загрузиться. Если какие-то драйверы не найдены, он нам их явно перечислит и предложит их туда вписать, сделать инъекцию этих драйверов. Просто, допустим, с флешки или с диска он их перепишет и в операционную систему доставит. Благодаря этому можно восстанавливать данные на не схожую аппаратную, не схожую какую-то железную конфигурацию. Взяли со старого компьютера, перенесли на новый, нужные драйверы доставились. Загрузка происходит беспроблемно. Сам я через это проходил, когда переносил свои данные со старого ноутбука на новый ноутбук. Она работает не только на серверах, но и на рабочих станциях. Это система. И новый ноутбук оказался настолько хитрым, что я прошел, что мне высветилось то, что требуется доставить драйвер для контроллера дисков. Я на это так махнул рукой, попытался, думаю, ну что там, господи, там SATA, здесь SATA, но немножко другой какой-то там контроллер. Оказалось, не все так просто. Получил синий экран смерти и все-таки пришлось мне пройти через шаг инъекции драйверов, после которых дальше загрузка прошла нормально. Вот такая возможность восстановления на компьютер не схожей аппаратной конфигурации, это не только перенос с одной железки на другую. Это и кроме того, возможность легкой миграции в виртуальные среды. Если мы сделали резервную копию физической машины, мы можем легко восстановить ее, например, в какую-нибудь виртуальную систему. Пришло время вам мигрировать. Решили вы какие-то свои сервера мигрировать в виртуальную среду? Пожалуйста, делайте резервную копию и восстанавливайте уже в виртуальную среду. Но вы скажете, такие утилиты существуют уже даже у производителей тех же самых виртуальных сред. Соглашусь с вами, если вам они удобны, можете их использовать. Но мы можем еще и большее. Мы можем наоборот, перенести данные из виртуальной среды на физическую. Например, виртуальная машина по мощностям уже не справляется с той задачей, которую вы на нее возложили. Не тянет гипервизор несколько виртуальных машин с тем, что на них установлено. У вас есть обратная задача. Мигрируйте с виртуальной машиной на физическую. Пожалуйста, точно так же. Для продукта D2D это обыкновенная, не схожая аппаратная конфигурация, которая легко переносит при восстановлении с одной платформы на другую. И с виртуальной обратно на физическую. Все это можно сделать. Ну и, наконец, последние экраны по восстановлению, связанные с тем, что с перезагрузкой машины. После этого стартует уже восстановленная нами версия Windows. Какие-то изменения, конечно, если найдет Windows, она постарается их применить. Ну, связанные с аппаратной конфигурацией, прежде всего. И, наконец, мы получаем экран, приглашающий нажать на кнопки Ctrl-Alt-Delete. То есть, в этот момент мы считаем, что система восстановлена. Теперь, поверх продукта ArcServe D2D было выпущено в году последующим за годом выпуска этого продукта было выпущено еще четыре продукта, которые называются объединены названием Central Applications или централизованные приложения. Дело в том, что сама по себе система D2D устанавливается на тот компьютер, который защищает. То есть, это не какая-то там клиент-серверная архитектура. Вот та машина, которую мы защищаем, туда и ставим продукт ArcServe D2D. Там нет каких-то серверов резервного копирования. Каждый бэкапит сам себя. Это, несмотря на то, что удаленное управление возможно, потому что работает она только через веб-интерфейс, а веб-интерфейс он такой, откуда хотите, оттуда и заходите. Тем не менее, это удобно, когда у вас небольшое количество машин. Там 3-5 серверов, можно на каждый из них по веб-интерфейсу зайти и сконфигурировать. Но когда машины исчисляются десятками, то здесь уже для каждой открывать свое окошко уже неудобно. Хочется какой-то общий интерфейс управления. И такой продукт был выпущен. Для централизации управления продуктами D2D были выпущены продукты Central Applications. Первый из них называется Central Protection Manager. Именно служит для удаленной установки продуктов D2D, для расстановки их по серверам или по рабочим станциям. И для конфигурирования на основе политик. То есть, когда мы не для каждого компьютера задаем какие-то параметры, а когда мы создаем политику и конфигурацию, а потом ее уже рассылаем на все компьютеры, которые нам интересуют, и все они становятся сконфигурированы согласно этой политике. Вот этот продукт Central Protection Manager, он распространяется бесплатно, вы можете спокойно его просто скачать с нашего сайта. Если у вас мало серверов, такой продукт вам не нужен, вы так и живете. Если вы не справляетесь и вам хочется с нейтрализованного управления, пожалуйста, скачайте продукт с нашего сайта. Точно такой же продукт Central Reporting, получение централизованной отчетностью по всем серверам резервного копирования D2D. Это также бесплатный продукт, также вы можете получить его загрузив с нашего веб-сайта. А вот дальше идет пара продуктов Central Reporting, уже коммерческие, то есть мы просим за них денег. Они связаны всегда с виртуальными средами. То, за что мы просим денег, это дополнительный функционал в виртуальных средах и продукты называются вот так. Первый из них это Central Virtual Standby. Значит, если попытаться перевести на русский название, то получится что-то вроде виртуальная горячая, нет, горячая замена за счет виртуальной системы. Вот таким образом. В чем идея этого продукта? Дело в том, что мы можем не только восстанавливать данные на нисхожую платформу, мы еще умеем сохранять данные резервные копии в формате дисков виртуальной машины. То есть, наш собственный формат хранения данных очень похож, хранение данных резервных копий очень похож на формат VHD файлов, то есть, дисков виртуальных машин под Hyper-V. Но мы также можем конвертировать, мы умеем конвертировать эти данные как в настоящий формат VHD полноценный, так и в формат VMDK, который используется в среде VMware. Благодаря этому мы можем сделать вот такую очень изящную систему. После того, как выполняется резервное копирование как у одной из наших машин, мы тут же конвертируем резервную копию в формат виртуальной машины. То есть, у нас уже готова виртуальная машина, повторяющая ту, для которой был выполнен backup. Что это означает, какая выгода для нас, для чего нам из каждой резервной копии лепить виртуальную машину. Выгода заключается в следующем. Если нам потребуется восстановить машину, если машина вышла из строя, то вместо процедуры восстановления, которую я уже демонстрировал, вместо того, чтобы читать данные откуда-то и восстанавливать их на машину, что займет, ну, хоть это и оптимальный по времени способ залития на диск блоков данных, хоть мы и достигнем показателей близким к идеальным, но тем не менее, все равно какое-то время на чтение данных мы потратим и на записи на диск новой машины. В случае, когда мы сконвертировали их заранее в виртуальную машину, мы можем просто-напросто запустить эту виртуальную машину, и это и будет являться восстановлением. То есть, виртуальная машина запустится, она является точной копией той, до которой мы делали резервное копирование. И пока мы ремонтируем нашу основную машину, вместо нее работу будет выполнять виртуальная машина. Вот еще постараюсь продемонстрировать при помощи такого мультика. То есть, слева рабочий сервер, на нем создаются резервные копии, это могут быть как и полные, так и инкрементные резервные копии, и сразу после создания резервных копий для них создаются идентичные им, соответствующие им файлы диска виртуальной машины. Так, прошу прощения. В случае, если выходит из строя наш рабочий сервер, у нас есть возможность автоматически контролировать его работа и способность, и когда мы поймем, что он больше не откликает на запросы, мы можем запустить виртуальную машину автоматически. То есть, в каких случаях это приемлемо, в каких случаях человек должен принять решение, что сервер действительно вышел из строя, и вместо него можно спустить виртуальную машину. То есть, для тех серверов, для которых у нас есть резервные копии, мы способны создать виртуальные машины, готовые к запуску, которые являются их копиями, и таким образом выполняют функцию горячей замены вышедшей из строя, допустим, физической машины. Дальше, казалось бы, ну, а допустим, мы починили эту физическую машину, что нам нужно делать? Первое, что приходит в голову, что подсказывает здравый смысл, это сделать резервную копию той виртуальной машины, которая, допустим, уже проработала несколько дней, на ней появились какие-то уже новые данные, и для нее мы делаем резервную копию, и потом восстанавливаем на физическую машину. Да, так можно сделать, действительно. У нас есть более короткий способ, который позволяет восстановить данные непосредственно с виртуальной машины, вот те рабочие данные, которые на ней сейчас есть, сразу же на физическую машину, без того, чтобы сначала их записать на диск, а потом с диска восстановить как резервную копию на физическую. Процесс выглядит приблизительно так же, как процесс восстановления из обычной резервной копии. Опять грузимся с нашего загрузочного диска флешки, опять загружается наша утилита, все знакомые экраны, но вот такой один экран, который я в прошлый раз упустил, который спрашивает, чтобы вас не вводить в заблуждение. И вот этот экран спрашивает, откуда мы хотим восстановить данные. Естественно, первой строчкой это будет обычная резервная копия там где-нибудь на внешнем устройстве или в сети. А вот строчка номер два это восстановить данные с виртуальной машины, временно исполняющей обязанности высшей из строя физической, которая находится на Hyper-V-хосте. А третья строчка это восстановить данные с временно заменяющей меня машине VMware. Вот мы выбрали как раз третью строчку, тогда нас спросят под каким пользователем, под каким портом. В общем, все спрашивают то же самое, что спрашивают, когда мы коннектимся, когда мы соединяемся с хостом VMware. И, наконец, последнее, что нас спросят, касается того, когда же мы должны выключить эту виртуальную машину. Дело в том, что если мы восстановим физическую машину, то у нас получится и запустим ее просто, не выключая виртуальную, то окажется, что в нашей сети существуют две машины с одинаковым именем, с одинаковым IP-адресом, вообще идентичные машины, только одна физическая, а другая ее виртуальная копия. Естественно, это неправильно. Две машины одинаковые не должны работать одновременно, поэтому, когда мы включаем одну, другую должны выключить. И тут нас спрашивают, как же мы выключим виртуальную машину. И мы выбираем один из трех вариантов. Либо перед восстановлением сначала выключим, а потом в оффлайне с нее будем забирать данные. Либо сразу после восстановления только восстановили, то тогда и глушен. И третий вариант нам предлагают это сделать самостоятельно, тогда, когда она заблугарасывается. Опять знакомый экран перезагрузки, опять мы получаем рабочую систему, но восстановленную из виртуальной, которая временно заменяла нас. И последний продукт из серии Central Applications называется Central Host Based VM Backup. Как и остальные Central Applications это надстройка на D2D как бы, расширение функциональности D2D и заключается она в следующем. Дело в том, что продукт VMware, виртуальная среда VMware способна также выполнять снапшоты или мгновенные копии дисков виртуальных машин собственными средствами, но в каком-то своем формате. Но тем не менее, она это может делать и делает это часто неплохо. Особенно, если установлены VMware Tools, там и приложения, даже работающие приложения также используют подсистему VSS и нормально для них получается резервная копия. Идея такая, вместо того, чтобы, если у нас есть несколько виртуальных машин в среде VMware, вместо того, чтобы на каждую из них ставить продукт D2D, мы можем просто дать команду VMware, и она для нас выполнит мгновенные копии дисков, а мы их просто подберем и в своем формате сложим туда, где у нас хранятся все данные. То есть, благодаря использованию вот этого продукта мы избегаем необходимости установки D2D на каждую из машин. Вместо этого ставим одну машинку где-нибудь рядом, которая выдает команду VMware, а та в свою очередь выполняет по нашей команде копии дисков. Как-то так. Сначала даем команду ESX или Vcenter серверу, тот делает образ виртуальной машины, образ диска виртуальной машины, мы его читаем и складываем в хранилище резервных копий. Несмотря на то, что здесь все достаточно красиво, иногда может потребоваться восстановление отдельных файлов. Тогда все-таки D2D нужно будет поставить на виртуальную машину. D2D для виртуальных машин входит в состав лицензии для продукта HostBest VMBK. то есть мы можем использовать и D2D и поставить D2D на виртуальную машину и родными средствами VMware делать снапшоты дисков. Наконец, наш продукт самый достопочтенный что ли, ArcServe Backup. Он больше всего существует у нас из всего семейства ArcServe и он работает по такой классической схеме, когда существует сервер резервного копирования, выделенная машина, как правило, в задачи которого сходит сбор данных с рабочих серверов, на которых стоят агенты и хранение, передача этих данных на какие-то устройства хранения, будь то магнитные ленты или магнитные диски, поддержание базы данных, которая содержит информацию о хранимых данных, и кроме того, некий поддержание некого регламента резервного копирования, запуск заданий резервного копирования по расписанию и с теми параметрами, которые заданы в расписании. Несмотря на то, что сегодня в нашей компании этот продукт позиционируется как продукт для средних и мелких организаций, тем не менее, в нем достаточно много функций, которые позволяют его использовать в крупных организациях. Среди них в первую очередь многоуровневая архитектура. То есть кроме того, о чем я уже говорил, серверы резервного копирования и клиентов или агентов для резервного копирования, может существовать еще одна прослойка так называемой дейтамоверы или медиасерверы. То есть похожие на сервер резервного копирования машины, но не обладающие скажем так собственным каким-то не собственной базы данных, не собственным большим интеллектом, а выполняющие только команды центрального сервера резервного копирования. Тем не менее, они позволяют серьезно распараллелить работы, связанные с резервным копированием. Один из медиасерверов копирует первую группу машин, другой из медиасерверов, второй групп машин и так далее. То есть это позволяет серьезно масштабировать продукт. Еще ряд вещей таких, как централизованное управление отчетность, встроенная дедупликация, некие графические средства, помогающие опять-таки работать в распределенных средствах. Об этом я чуть подробнее расскажу. работа на разных платформах. Это не только Windows, не только Linux, это и промышленные Unix сервера, такие как Aix, HPX, SunSolaris и даже такие экзотические, как, например, AS400. Копирование по различным схемам, не только с диска на диск или с диска на ленту, но и, например, с диска на ленту с промежуточным кэшированием на диске и, например, в последней версии появилась возможность копирования данных в облако. Чуть подробнее дедупликация, что это такое? Ну, наверняка многие знают, тем не менее, поясню, что дедупликация это хранение одинаковых кусков данных однократно. То есть, если первый раз некий кусок данных нам попался, мы его сохраняем, второй раз попадается точно такой же кусок данных, мы его уже не сохраняем, а говорим, вы знаете, у нас это уже есть и оставляем только ссылку на вот ту первую копию. Дедупликация во многих случаях может помочь существенно сэкономить дисковое пространство в резервных копиях, когда, например, если мы копируем одну и ту же машину целиком за дня в день, в этом случае изменений проходит мало и первая копия будет, естественно, полноразмерная, а последующую с учетом дедупликации будут хранить все практически только изменения. Но если такую схему еще можно как-то обойти, используя, например, инкрементные копии, то схему, когда вы копируете одинаковые сервера, разные машины, но с одинаковой операционной системой, вот в этих случаях дедупликация тоже серьезно помогает и ее уже другими средствами такой экономии получить нельзя. Когда мы копируем сервер первый, все файлы операционной системы скопировали, начинаем копировать сервер второй, начинают скопировать файлы операционной системы и тут за счет механизма дедупликации сервер видит, что файлы совершенно идентичные и второй раз их сохранить в резервной копии уже нет никакого смысла. Просто-напросто мы говорим, что файл точно такой же, как на первой машине, второй раз уже хранить его не будем. Что еще интересно, что дедупликация у нас входит в состав базовых продуктов, то есть мы не просим за нее какие-то отдельные деньги, как некоторые наши конкуренты, мы просто купив ArcServe в минимальной конфигурации вы получаете вот эту возможность дедуплицирования данных автоматически, получается автоматически без дополнительных затрат. Далее, восстановление отдельных объектов Active Directory тоже такая вещь, которая нас выгодно отличает от ряда конкурентов, когда мы можем, не восстанавливая Active Directory в какие-то промежуточные дисковые устройства хранения, непосредственно с ленты можем восстановить один какой-то отдельный элемент, например, пользователя. Причем, если дело касается восстановления пользователей, то мы можем восстановить исходный SID, системный идентификатор пользователя, что в ряде случаев бывает удобным. Вот визуализация инфраструктуры, о которой я уже заикнулся, связанная с которая хорошо помогает на больших системах резервного Коперния. Допустим, в понедельник утром приходит администратор на работу и перед ним стоит задача проверить, как прошли резервные копии за выходные. Есть два варианта. Можно взять и посмотреть все отчеты всех заданий резервного копирования, не попадается ли там где-нибудь слово с ошибкой, или посмотреть уведомления у себя в электронной почте, не пришли ли какие-нибудь письма с ошибками. Достаточно много времени. Другой вариант просто открыть вот эту схему, похожую на схему сети и на которой сразу нарисованы представлены графически все серверы резервного копирования. Кроме того, они еще подсвечены некими цветами. Вот здесь есть квадратики зеленые, вот ниже серверов видите расшифровка информации и она подсвечена зеленым, желтым, красным цветом. Если красный цвет там есть, задания завершились с ошибками, желтые с предупреждением. Если администратор утром открывает эту схему сети и видит какие-то неправильные цвета, красный или желтый, то он может щелкнуть мышкой на этом квадратики подсвеченном и дальше ему будет показана более детальная информация, он может смотреть журнал задания, какие конкретно файлы скопировались на каких серверах и так далее. Если же он приходит и все квадратики являются зелеными, то больше ему фактически делать ничего не нужно. Он может спокойно пить кофе или что он делает, курить каждому свое. Опять-таки то, что касается медиа-серверов, то на Unix в той ценовой категории, в которой продается R-Serve Backup, они есть только у нас. Если у вас есть необходимость масштабировать в разнородной среде, система, то кроме как ArcServe за эти деньги вы больше ничего другого не получите. Кроме того, в версии 16 появилась еще возможность архивирования файлов, то есть старые файлы, которые давно никто не открывал, и они занимают место на файловом сервере, мы можем передвинуть куда-нибудь на более дешевых устройствах хранения или на ленты, например, это архивирование называется. Восстановление системы, опять-таки облегченный вариант загрузочного диска, так как я демонстрировал для D2D появилась версия 16. Синтетические полные копии, это тоже похоже на идеологии D2D, когда мы делаем, когда мы полные копии можем делать когда-то по-настоящему все данные перегонять на ленту, а когда-то искусственно. То есть брать старую полную резервную копию, накладывать на нее последующие инкрементные копии и искусственно получать новую полную копию сложением старой плюс инкременты. Все это происходит на сервере резервного копирования и при искусственном получении новой полной копии не нагружаем рабочие сервера. Серьезная интеграция с D2D появилась, сейчас уже расшифровывать это не буду, но, нет, пожалуй, расшифрую. Дело в том, что наши продукты линейки ArcServe, их одно из больших конкурентных преимуществ этих продуктов заключается их тесная интеграция. Вот возьмите какие-нибудь другие линейки продуктов резервного копирования и увидите, что часто попадаются такие продукты, которые очень плохо друг с другом дружат. Например, один делает бэкап, а другой продукт не понимает его. Разные форматы, разные разработчики, разные продукты, хотя они продаются одним и тем же вендором. Но, тем не менее, продукты сильно разные. У нас такого не происходит, и продукты очень хорошо с собой дружат. В частности, резервные копии, сделанные продуктом D2D, несмотря на то, что это поблочная копия дисков, очень хорошо съедаются продуктом ArcServe Backup, и если мы берем образ диска, сделанный D2D, и закачиваем, переливаем на ленту, например, при помощи ArcServe Backup, то потом восстановить этот образ мы можем, как обычный файл, восстанавливается, но более того, ArcServe Backup может его разобрать, и увидеть, что внутри него, внутри этого образа диска, лежат некие файлы, и уже эти файлы он может восстановить так, как если бы эти файлы были скопированы при помощи его собственного агента. И вообще машины, на которых стоит D2D, он тоже уже видит, они видны в дереве его агентов, в общем, интеграция очень и очень тесная, ArcServe Backup, и ArcServe D2D. Появилась возможность, последняя строчка копирования или архивирования данных в облако. Опять-таки, здесь сильно не расшифровано, но несколько позволю себе слов дополнительных. Дело в том, что использование облачных сервисов сейчас достаточно модная тема. То есть, сейчас куда не посмотришь, всюду облака. И, естественно, витает в воздухе такая идея, почему бы не использовать эти облака для средств резервного копирования. Многим, кроме того, хочется иметь какую-то дополнительную копию данных, дополнительный резервный, какой-нибудь вычислительный центр, в случае, если вдруг данные пропадут вот здесь, то чтобы они сохранились еще где-то там. И облако для этого вроде бы как хорошо подходит. Единственное, минус заключается в том, что, как правило, связь с облаком происходит по интернет-каналу. А скорость резервного копирования для тех объемов данных, которые сейчас существуют на предприятиях, естественно, должна быть на порядке больше. Ну, грубо говоря, скорость резервного копирования на какие-нибудь магнитные ленты, там, DLTE-4, DLTE-5, LTO, последние, она уже приближается где-нибудь к, ну, скажем так, допустим, допустим, возьмем вот такую цифру приблизительно 100 Мбайт в секунду, да, это будет 60, сейчас, 100 Мбайт в секунду, 6 Гбайт в минуту, где-то так, да, вот это нормальные, нормальные цифры для резервного копирования. Если мы возьмем скорость связи с интернетом, то никогда мы 100 Мбайт в секунду передать в интернет, ну, задешево не сможем. Если нам нужно каждую ночь по такой скорости обеспечивать связи с интернетом, естественно, кажется, ну, что-то здесь, что-то здесь не то, то есть, те скорости, которые мы можем обеспечить локально, они никогда не будут соответствовать скоростями связи с интернетом, поэтому, поэтому приходится искать какое-то компромиссное решение, то есть, сделать локальные копии всего, всей информации, но после этого еще делать отдельные, самые важные данные, все-таки перегонять в облако. Вот это могут делать как продукты ArcServe Backup, так и продукты ArcServe D2D в последних версиях. Теперь, последние два продукта, которых я хотел бы рассказать, которые есть в семействе ArcServe, называются ArcServe Replication и ArcServe Highway Vability. Почему они их вместе? Потому что, фактически, это один и тот же дистрибутив, один и тот же код, просто в случае с Highway Vability это полная функциональность, в случае с Replication это тот же самый код, но работающий с некоторой урезанной функциональностью. В чем заключается идея этого продукта? Что такое вообще Replication? Вот, допустим, есть у вас идея иметь два вычислительных центра. Один основной, основная площадка, другой резервная площадка. В случае, если выходит из строя компьютер на основной площадке, то данные, их актуальная копия остается на резервной. Просто надо поддерживать синхронизацию данных. Надо, чтобы на резервной площадке данные были такими же в любой момент времени, как и на основной площадке. Это достигается за счет репликации. Что такое? Как она работает? Стараюсь проилюстрировать. Допустим, в некий начальный момент времени две машины или два каталога данных на основной машине или на удаленной машине. Они идентичны. Там лежат одинаковые файлы. После этого основная машина начинает работать в какое-то приложение и меняет данные на диске, обозначенные зеленым квадратиком. Эти изменения в данных передаются по обычной сети передачи данных на удаленный компьютер и там применяются к тем же самым файлам. Следующее изменение красный квадратик опять передаем их по сети и опять они применяются к данным на удаленном компьютере. Желтый квадратик точно так же передается по сети и применяется к диску удаленного компьютера. При выходе из строя одной из машин данные у нас остаются доступны на другой из них. Причем не какие-то данные вчерашнего вечера, а актуальные данные, которые были непосредственно перед потерей данных. и кроме того компьютеры можно разнести на значительное расстояние. Более продвинутая версия или более функциональная версия продукта называется High Availability. Точно так же есть основная машина, есть резервная машина и данные, которые находятся на основной машине при изменении и все эти изменения передаются на резервную и поддерживается синхронность данных. Поддерживается идентичность данных. Синхронность неправильность. В данном случае асинхронная репликация происходит. То есть мы не ждем, когда данные дойдут до того конца, прежде чем убедиться, прежде чем их реально поменять на машине источники. То есть мы сначала меняем и потом отправляем данные в сеть на другой конец. Дошли они, не дошли, это уже выяснится потом. То есть если например происходит обрыв канала связи, то благодаря синхронности репликации работа на основном сервере не встает. Мы продолжаем работать, мы продолжаем писать на диск. Просто те данные, которые должны передаться по сети на удаленный конец, они просто накапливаются в буфере и ждут момента, когда связь восстановится. Поэтому не синхронность данных в данном случае, а просто идентичность данных, скажем так. что дополнительное мы имеем в этом продукте. Например, происходит падение основного сервера. В этом случае резервный сервер, когда он поймет, что основной сервер более недоступен, на основании ряда критериев, которые конфигурируются пользователем, например, все-таки считаем, что основной сервер вышел из строя. В этом случае резервный сервер начнет выдавать себя за основной. Что значит начнет выдавать себя за основной? Он все поменяет у себя, что нужно поменять. Например, свое имя в сети Microsoft, какие-то записи в DNS, IP-адреса поменять, записи какие-то в Active Directory. Все он поменяет так, чтобы выглядеть как вышедший из строя компьютер. Как это будет выглядеть для конечных пользователей? конечные пользователи работали с неким приложением связанным с первым сервером основным. Вдруг связь потеряна. Пользователь пытается заново соединиться с сервером и в конце концов ему это удается. Он продолжает работать. Для пользователя это будет выглядеть как временные неполадки или обрыв связи, которая потом восстановилась. Реально же произошло переключение с основного сервера на резервный вместо основного сервера он теперь работает с резервным сервером. И вот этот продукт называется хайвый выберет. То есть кроме того, что данные поддерживаются идентичными на двух серверах за счет репликации, еще появляется возможность резервный сервер переключить переключить переродить таким образом, что начинает выглядеть как основной. И кроме того, в последней версии появилась возможность создания таких резервных серверов в виртуальной среде. Казалось бы, какая разница? Два физических сервера, один основной, один резервный, пускай резервным будет виртуальный сервер. Какая разница? Просто выиграем о чем-то не принципиально. Какая разница? А принципиальная разница вот в чем. Дело в том, что виртуальный сервер, который готовится под замену основного, на который реплицируется информация, он остается выключенным все время, пока он не нужен. То есть когда у нас две машины физические, основная и резервная, то и та, и другая должны быть включены, потреблять электроэнергию и вообще ресурс центрального процессора и так далее. А в случае, когда мы реплицируем на виртуальную среду, то виртуальная машина у нас остается выключенной. То есть у нас там работает на всем гипервизоре один апплиенс, то есть одна маленькая машинка, которая применяет, которая собирает данные из основного вычислительного центра и распихивает им по резервным машинам. В случае, если мы несколько машин резервируем. И только тогда, когда нам потребуется подменить вышедшую из строя машину в основном вычислительном центре, только тогда мы вместо мы ей на замену запустим виртуальную машину, которая до того момента находилась в выключенном состоянии, представляла себя просто файл на диске. И благодаря тому, что все резервные машины выключены до момента, когда они реально нужны, мы можем очень эффективно организовать резервирование целого вычислительного центра с небольшими затратами на аппаратное обеспечение. Вместо того, чтобы для каждой машины в основном вычислительном центре делать, готовую ее заменить еще одну железку в резервном вычислительном центре, вместо этого мы ставим один гипервизор и заводим под ним десяток другой третий виртуальных машин. Почему один гипервизор тянет так много виртуальных машин? Просто потому, что все эти виртуальные машины выключены. из них потребуется только одна когда-нибудь, когда соответствующее физическое в основном вычислительном центре выйдет из строя. Вот такая достаточно красивая схема и достаточно не только красивая, но и дешевая организация резервного вычислительного центра при помощи виртуальной среды и нашего средства Highway Mobility. Точно так же мы умеем делать резервные машины при помощи продукта Highway Mobility в облаке Amazon. Amazon это как бы не наше облако. У нас не то чтобы широко используется, но тем не менее такая возможность существует. Если необходимо, если своего огорода городить не хочется, а хочется тем не менее резервировать вычислительный центр, то можно это сделать арендовав мощности Amazon. Причем пока он работает в режиме резервирования, пока основные машины у нас работающие, то в облаке Amazon мы платим только за используемые дисковые ресурсы и за одну работающую машинку, которая является апплиэнсом, которая гоняет данные. И только тогда, когда наша машина выходит из строя, а вместо нее в облаке Amazon рождается соответствующая ей резервная машина, то тогда мы начинаем платить уже за вычислительные мощности, а не только за место на диске. Наконец, благодаря тому, что продукты хорошо друг с другом дружат из семейства ArcServe, мы можем реализовывать всевозможные интересные схемы резервного копирования, например, связанные с резервным копированием удаленных офисов. Часто, если удаленных офисов много, они небольшие, но содержат вычислительную технику, и для них все равно нужно делать резервные копии, то найти какой-то персонал, который бы занимался резервными копиями на месте довольно трудно. Это, как правило, будут аутсорсеры, которые приходят раз в неделю, в случае что вообще неизвестно с кого спросить. Можно организовать при помощи наших продуктов репликации ArcServe Backup, например, такую схему, когда данные из удаленных офисов реплицируются на сервер в центральном офисе, а уже там, согласно регламентом, опытными специалистами данные копируются на магнитную лету. Благодаря тому, что репликация передает по сети только изменения, этих изменений может быть в день кот наплакал, мы вполне можем обойтись какими-нибудь низкоскоростными каналами связи. И именно благодаря возможности интеграции продуктов ArcServe Backup и ArcServe Replication. То есть, данные получены реплицированы из другой машины, продуктам ArcServe Backup опять-таки видны как свои собственные родные данные, полученные при помощи собственных агентов. На этом обзор семейства продуктов ArcServe и их использование для резервного копирования и обеспечения высокой доступности. На этом заканчиваю. Если есть какие-то вопросы, готов на них ответить сейчас или вот по тому адресу электронной почте, который приведен на слайде. То, что касается где можно скачать вебинар, мы делаем его, этот вебинар предоставил нам возможность организовать компанию Softline и они потом выкладывают эти вебинары, записанные у себя на веб-сайте. Честно говоря, подробностей не знаю, но где-то рядом с тем местом, где вы регистрировались. Да, и вам большое спасибо, что все нашли время послушать. Был рад, что вам понравилось. Относительно периоды использования для ознакомления. Все продукты, о которых я говорил, доступны для скачивания с нашего сайта, посвященному этому семейству. Сайт называется arcserv.com Вот так просто. Это не какой-то сайт нашей компании, там много слыша, и еще какие-то подкаталоги. Просто заходите на сайт, который так называется arcserv.com и там в разделе для скачивания вы можете скачать любой из продуктов, которые здесь перечислены и как правило один месяц они работают без лицензии. Там есть исключение продуктов Highway Mobility, они все-таки требуют генерации ключа, но при скачивании вам будет выслан ключ на месяц опять-таки. Продукты, допустим, D2D и arcserv.com они даже без ключа работают при течение месяца. Месяц Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...